А сегодня он первым гостем в нашу новогоднюю студию врывается Юрий Антонов! Добрый вечер! У нас сегодня, мы начинаем неделю в новогоднем оформлении, и вы, посмотрите, как вы гармонируете. Вы любите Новый год? Очень люблю Новый год, стараюсь его праздновать, дома не получается. Вы работаете? Или работаем, или куда-то уезжаем. Ну, знаете, говорят артисты некоторые, я все, допустим, я перестал работать. Или наоборот, кто-то говорит, если не зовут на Новый год работать, это что-то происходит, и наоборот, всегда работать начинается с 1 января. Я, казалось, старался вообще не работать на Новый год, ну, как бы праздновал дома, но в последнее время почему-то так появились такие интересные предложения, на которых не отказываются. Да, но это как только появилась купюра 500 евро, сразу стало и предложений больше в этом смысле. Юрий Михайлович, скажите, мы с вами виделись, ну, сколько, год назад здесь в этой программе? Меньше. Меньше даже, чем год назад. Но, как вы пришли? Вы пришли же ведь не один тогда. Давайте посмотрим, секундочку, маленький фрагмент. Я знаю, что вы пришли, не один. Кто с вами? Можно ли попросить вот это? Вот мой товарищ. Вот он мой хороший мальчик мой. Димочка. Вот видите, мальчик Димочка. Расскажите про судьбу мальчика Димочки. Что с ним сейчас? Ну, Димочка оказался девочкой. Я, вы понимаете? Как вы, как вы человек. Я такой профессионал, у меня столько животных. И чтобы, чтобы так прогадать, я, я думал, что это действительно мальчик. Ну, не досужился потрогать, конечно. Ну, понятно. Понимаете? И вдруг вырастает... Вернее, я бы так сказал, не вырастает, получается. Димочка, значкового размера, вот такого. Здорово. Да она огромная собака стала. Я была такая... Она меня любит, конечно, безумно, когда я приезжаю, прихожу, она там на вольере, встает лапами, поднимается чуть ли, там, не полтора метра. Огромная собака. Здоровая собака, да. Оказалось, девчонки, видите, в чем дело? С момента, когда мы с вами видели в последний раз, у нас тоже появился Димочка. Вы понимаете? Димочка очаровательная. Вот. Димочка очаровательная. Очаровательная. Оригинальная. И вот я вот, понимаете, я не хочу наступить на ваши грабли. Вдруг он тоже девочка? Прекратите. Нет, ну, Ваня... Ваня, уж вас заподозрить, заподозрить, ну что вы. Уже поздно гадать, я мальчик, это давно понятно. Могу показать? Нет, 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 нет. Покажи. Нет. Правильно, Юрий Михайлович. Почему? Борода. Борода, правильно, молодец. Борода? Да. Я знаю некоторых бородатых. Значит, давайте мы... А как вы, Юрий Михайлович, а как вы поняли, что Дима девочка? После того, как она родила? Какой момент? Нет, она просто... Ну, как вам сказать? Я просто удосужился заглянуть под хвост. И все. Случайно. Случайно, понятно. Она живет с мамой в вольере. Мама ее, значит... Ну, удивительно то, что Диночка у нас белого цвета. А вы назвали Диночка, да? Да, Дина, да, было очень удобно было. Дима, Дина. А мама у нас такая рыжая. Это какой-то тоже парадокс. Я вообще долго думал, как же это произошло вообще? Может, что-то с ветра там, как-то ветром принесло что-то такое. Как, бывает такое, нет? Чтобы... От клена? Ну, а как, она белая? От клена, летит, летит, летит. От клена, вот, вот, вот. Клен какого цвета у вас? Вот, Варь, белый? Нет, не от клена, я думаю, что от сосны. От сосны. Да, от сосны. Вообще, друзья, да, действительно, если ваши дети не похожи на вас, они от сосны. Так, давайте, раз уж заговорили про ваших, что называется, как поживают ваши остальные. Давайте, я всех помню, гусь Ваня. Ванечка. Ванюша, как? Ванечка, да. Ваня. Супер, но он в полном порядке, у него три девочки, он вообще не... У него, у него все внимание на девочках. Его хозяин, его папа, который его подобрал где-то там, привез, вырастил, для него уже ничего не значит. Только девочки. То есть гуси в какой-то момент забывают про хозяев. В определенной, в определенной. Когда появляются девочки. Да, и появляются гусыни. Понятно. Гусынки. Борька. Это поросенок Борька. Борька, бедолага вообще. Он так, ну, девочку хочет вообще. Найти не могу нигде. То есть у вас прямо дом-два там. Ну, нет, целая проблема. Дом-два. Дом-два. Абсолютно. Все сходится. В одном большом вольере животные хотят друг друга. Дом-два, я говорю. Юрий Михайлович, все, закончили поговорить, потому что об этом говорить можно бесконечно. Но поговорим про вас. 50 лет творческой деятельности. Что это? Ну, я бы сказал, что не совсем творческая, а, так сказать, на сцене. Правильно не так будет. Потому что, ну, первый год там, первый... Вот, посмотрите, у меня есть фотография вашей детская, посмотрите. Вот в этот момент вы еще... В этот момент вы еще не... Здесь мне два года. Два года. Два года. Это Германия. Вы в Германии были? Это в Германии, да. Это отец был... Вот, посмотрите, вы знаете, я когда смотрю на фотографии, я просто поражаюсь. Насколько, вот, удивительно. Вот они выглядят очень современно. А отец, он, как будто он сегодня все время. Одежда, мода, галстук. А все возвращается. Смотрите, прически какие-то. Прически, да. Мама красивая. Ну, в общем, мне здесь два года. Вы не поверите, вот, насколько ваши родители на фотографиях выглядят совершенно современными. Настолько и посмотрите, вот, у меня есть несколько фотографий. Насколько посмотрите, поющие... Нет, вот, поющие гитары выглядят совершенно современно. Посмотрите. Это 69-й год. Да, вот тут сейчас интересно показать, где Юрий Михайлович. А, вот, я сейчас. А, вот, вы посмотрите, как вы скромненько здесь сбоку. Ну, уголовно, что ли, ну, да. У нас была мода большая, бакенбарды. Бакенбарды были почти до суток. Как у бывших декабристов. Не, как сказать, бывших. Да, как у декабристов. Да. Бакенбарды. Длинные бакенбарды. Очень модно было, да. Слушайте, вы же вообще модник. Вы же были модником. И сейчас модник. А скажите, а вы много... Вот где вы в те времена брали хорошие, качественные, я прошу прощения, шмотки? Рассказываю. Давайте. 69-й год, 70-й год. Так. Я в поющих гитарах. Солист поющих гитар, солист, инструменталист. Ну, естественно, хотелось как-то выглядеть прилично. В магазинах ничего не было. Но была одна особенность Питера. Там были на Невском фарцовщики. И, конечно, все они нас знали, потому что ходили на наши концерты. Конечно. Мы обращались к ним за помощью. Говорим, ну, там был один Виктор такой. Я говорю, видите, надо пиджачок мне. Он говорит, все будет, завтра будет. Приносит итальянский пиджак. Шикарный. Вы себе не представляете. Вот такие лацканы. Такое вообще. Я одел и не поверил, что это я, понимаете. Причем вдогонку, он говорит, ты берешь пиджак, он стоил 200 рублей. Ничего себе. По тем временам это было очень дорого. Это очень дорого. Очень дорого. А говорит, вот тебе еще парфюм Меннон. Я говорю, какой Меннон? Это отличный парфюм. Я уже тут же просто отпал, потому что это был предел. Мы заговорили по-итальянски. От меня пахло шикарным Менноном итальянский пиджак. Ну, рубашку мы потом еще достали. Так что я должен вам сказать, что я потом переехал в Москву из Питера. Я тут очень красовался в этом пиджаке. Очень красовался. Ваня, я извиняюсь, что я пришел к тебе на сушитель. Слушайте, ну прекрасно. Ну мне как-то, мне кажется, что я не очень выгляжу. Вы по-рождественски пришли, по-новогоднему. Посмотри на себя. Ну я. Элегантный, элегантный. Тоже у Борцовщика покупал. Красивый. Здесь Востанкино. А есть ли такие еще? Есть Востанкино. Вернемся к поющим гитарам. 69-й год. Покрупнее покажите фотографию. И сразу же после рекламы мы узнаем, что Элтон Джон делал в поющих гитарах. Рекламу наберем. Далее в программе Юрий Антонов и музыкальный гость группа «Мумий Тролль». Юрий Михайлович Антонов сегодня у нас в гостях 4 и 5 декабря. Кремль. Ой, не в первый раз. Ну. Большой зал. Юрий Михайлович, я хочу сейчас вернуться к тому, что мы любим больше всего. А вас мы любим все-таки не за пиджаки. Спасибо. Да, мы вас любим за песни. И сейчас я хочу принять, попросите вас принять счастье в нашей уже традиционной рубрике, в которой артисты, популярные, творцы угадывают свои песни. Свои собственные песни. Да, наша небольшая, но тем не менее веселая игра «Что вижу, то пою». Пожалуйста. Итак, Юрий Михайлович, позвольте мне начать. Значит, я показываю вам изображение, и вы, соответственно, вот отсюда должны начать угадывать. Вот, пожалуйста, первое. Так, первое. Смотрите, пин-код. Пин-код. Да, видите, отказ, неправильно. На пин-код. Потом дальше. Сборная. Потом дальше. И где здесь моя песня? Вот смотрите. Нет, я понимаю. Внимательно смотрите. В компьютере. Смотрите, внимательно смотрите сюда. Я вспоминаю. Я вспоминаю. Тебя вспоминаю. Да. Та радость шальная взошла, как заря. Летящей походкой ты вышла из мая племя. Мая, мая. И скрылась из глаз. Или не января. Вы видите, все. Браво. Так, следующее. Браво. Следующее. Так, сейчас будет с нашими, пожалуйста. Вот, пожалуйста. Одни знакомые лица. Митя, Митя Хрусталев, пожалуйста, первое. Замечательный. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Митя. Митя. С чего бы начать? Митя. А я вам сейчас покажу, с чего. Митя, 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 Митя. Мечта. Мечта. Сбывается. Смотрите. Это у него сбывается. И не сбывается. Не сбывается. Да, грустная. Любовь приходит к нам порой не та. Не та, не та, не та, не та. А все хорошее не забывается. Наша с вами прошлая встреча. Ведь все хорошее. И вот пример мечты. И есть мечта. Ну, прекратите издеваться надо мной. Это что? Это цена за мое творчество? Нет. Ну, вот сейчас, наверное, наша любимая песня. Я вам расскажу. Смотрите. Коленька. Коленька. Дорога к морю, может быть? Я люблю дорогу, скорость и шум машины. Нет, нет, нет. Не угадал. Мир полон радости и счастья. Это правда. Но край родной милее всего. И так прекрасно возвращаться... Под крышу дома своего. Браво. Юрий Михайлович. Так, половину угадал. Половину угадал. Половину вы угадали. Но я уверен, что на ваших концертах зрители нет таких песен, которые бы не пели от начала и до конца. Четвертого и пятого в Кремле Юрий Антонов. Поздравляем вас. Приглашаю. Пятидесятилетие от вашего свидетельства. Спасибо, что пришли. И привет всем домашним. Юрий Антонов. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ